Мне кажется, стоит потратить время и немножко потерпеть до основных событий. Всем привет, это Кейкей. Каждый раз садить смотреть очередной Сикай, у меня возникают сомнения, а стоит ли оно того вообще. И в данном случае я опасалась, что с этим аниме произойдет то же, что и с аниме о моем перерождении в слизь. Ну да, есть интересный концепт, по крайней мере, если мы говорим о главном герое, но потом превращается это все в обычный тривиальный Ищекай. Из-за того, что граница между обычным и фэнтезийным миром стерлась, целый класс старшеклассников был уничтожен. Но всем ученикам удалось переродиться, и главная героиня переродилась в паука. Как бы не маленький обычный паук, там такой серьезный монстр-паукан, но в любом случае. А так как в своей прошлой жизни она была по характеру затворницей, то, в принципе, ее все устраивает. Графон здесь в целом смотрибельный, хотя этот момент, наверное, нужно прояснить. Признаюсь, в начале меня действительно оттолкнул CGI, ну и в целом дальше есть много моментов, где 3D-модельки крайне плохо сочетаются с 2D-окружением, но в остальное время все выглядит не настолько плохо. По крайней мере, моделька главной героини выглядит приемлемо, в отличие от многих других монстров. Продолжая говорить о внешности главной героини, есть интересный момент, который мне очень нравится. Когда повествование ведется от лица главной героини, у нее милые глазки, и в целом она выглядит достаточно приятно для паука. Ну а на самом деле она для всех остальных выглядит как обычный монстр-паук в этом мире. Но мы это узнаем немного позже. А если мы говорим о 2D, оно в целом выглядит весьма неплохо, даже на общих планах. Хотя, если мы говорим о более поздних сериях, то местами там и эта часть хромает. В целом, я не понимаю, почему если 2D у них получается достаточно неплохо, они решили использовать столько CGI, который выглядит... Ну, как бы по сравнению с 2D он выглядит отвратительно. Осты действительно приятные. Хорошие живые опенинги, которые настраивают на экшены, некоторую драму. Но в случае с ними у меня есть 2 небольших проблемы. Первая это титры. Огроменные титры на половину экрана, если не больше. Я понимаю, что текст это важная часть визуала здесь, и я позже об этом еще скажу. Но иногда очень сложно увидеть, что происходит на экране. А вторая проблема – видеоряд крайне спойлерный. Может и хорошо, что иногда плохо видно, что там на экране происходит. Но больше всего мне нравятся эндинги. Они забавные и хорошо отражают нелепость ситуации, в которой оказалась главная героиня. Я считаю, что эндинги – это лучшая часть данного аниме. Бэки здесь в целом неплохи, и самое замечательное в большинстве из них – это то, что они весьма ненавязчивые. Это аниме ощущается как смесь рефуреты и превращения в слизь, которое я упоминала в самом начале. От первого здесь у нас переродившийся целый класс и главный герой, вернее у нас главная героиня, которая одна прокачивается в подземелье. От второго, естественно, необычная форма, в которую переродилась главная героиня. В общем, смесь не самых хороших иссякаев, на удивление, дала весьма неплохой. Начну с того, что мне было действительно интересно наблюдать за главной героиней. Признаюсь, что главная героиня очень шумная. И это терпимо, пока она одна, но потом у неё появляются разные личности. Несмотря на то, что нам говорят, что это такой навык, но у меня было ощущение, что она просто сошла с ума. Просто потому, что она единственный в подземелье монстр с сознанием человека. Если вы понимаете, что шумная главная героиня – это не совсем ваша, то у этого тайтла есть другая сторона. В целом, здесь две сюжетные линии. Первая – это главная героиня-паучиха, из линии которой мы узнаем базовые вещи этого мира. Так как до того, как она смогла прокачать навык мудреца и пару других, ей неоткуда было брать информацию только из своего жизненного опыта. А вторая сторона – это другие ученики, которые в большинстве своём переродились людьми. Конечно же, это делает повествование весьма сумбурным. Ты не понимаешь, кто все эти люди и зачем тебе их показывают. В то же время, из-за того, что раскрытием мира уделяется целая первая половина тайтла, а это 12 серий, напомню, то нет ощущения, что сюжет куда-то торопится. Даже наоборот, в какой-то момент ты начинаешь сомневаться, есть ли у этого аниме какой-то сюжет. Или это просто повседневный фэнтезийный слайс. И на самом деле, я думаю, что такое построение сюжета может многих оттолкнуть. Так как намёки на что-то большее вроде и есть, а вот этого чего-то большего приходится дождать уж слишком долго. В целом, моменты с людьми – это моменты тишины и раскрытия героев, их прошлого и того, как на них повлияло перерождение. Я не скажу, что здесь все герои очень интересны. Меня, например, из остальных переродившихся одноклассников заинтересовали только двое. Это учительница, она в новом мире особо весьма загадочная, и Шинахара, ну или Фэй. В прошлой жизни она издевалась над одноклассницей, а перерождение позволило ей подумать над своим поведением. Мне, конечно же, хотелось бы большего раскрытия персонажей, но первая часть аниме, ну, по крайней мере, большая часть первой части аниме, всё же была посвящена именно раскрытию мира. Вообще, моя главная проблема с героями в данном аниме – это их имена, потому что в старом мире они одни, в новом – другие, и иногда очень длинные. Поэтому я не запомнила ни одно, если честно. Говоря о повествовании, здесь есть два интересных момента. Один, который сделали действительно хорошо, и другой, который я считаю неплохим, но у него есть один большой минус. Начнём с хорошего. И, конечно же, здесь будет небольшой спойлер, но при этом это не настолько испортит вам впечатление, если вы до сих пор не знаете этого. Итак, интрига с личностью главной героини. С самого начала мы думаем, что это Вакаба, та одноклассница о нас, с которой издевалась Шинакхара в прошлой жизни. Но потом узнаём, что она вроде как не может быть Вакабой. Здесь я не буду спойлерить почему, потому что это уже будет большой спойлер. И в этот момент Тайтл снова сумел меня заинтересовать, потому что, признаюсь, раскрытие мира и бесконечная прокачка главной героини всё же заставили меня заскучать. Другой момент, который я считаю интересной фишкой, но о котором мне хотелось бы знать как бы не с самого начала, конечно, но как-то пораньше. Параллельное повествование в данном аниме не совсем параллельное. В самом начале мы видели, как главная героиня переждается в паука, то есть сам момент вылупления. А потом в конце серии нам показывают её одноклассников, которым в этом мире уже лет 15, наверное. Только через несколько серий мы узнаём, что переродились они в младенцев, а не сразу в 15-летних подростков. И переродились они все одновременно. То есть тот момент рождения главной героини, которые мы видим, грубо говоря, произошёл 15 лет назад от того момента, который мы видим в конце первой серии. И потихоньку эти две линии повествования начинают сближаться. И чем они ближе, тем больше нам дают подсказок о том, что это не параллельное повествование, по крайней мере, то, что мы видели всё это время. И с одной стороны, это интересный неожиданный поворот, который объясняет некоторые моменты. С другой, это, наоборот, только всё запутывает. Но, как мне кажется, самая главная проблема повествования здесь – это визуальная часть. Здесь есть несколько странно построенных сцен, на которых, конечно, можно забить, они не так важны, но всё же они есть. И, конечно же, слон в посудной лавке – это текст. Сначала он, конечно, помогает понять способности героини и вообще всего вокруг. Но, когда она развивает свой навык оценки и повышает уровень, то текста становится слишком много. Мне просто интересно, кто-нибудь на полном серьёзе ставил на паузу, чтобы всё это прочитать? Я, на самом деле, не особо вижу в этом смысл. Важный момент всё равно зачитывает главная героиня. Но кому-то хоть было интересно хотя бы немного вот это вот всё, вот эта полотнина. Небольшой есть минус в том, что какое-то время мы не понимаем размеров главной героини. Просто в нашем мире, в реальном, из которого как бы перенеслись герои, пауки, даже большие пауки, по сравнению с человеком – маленькие. И всё, что окружает главную героиню в пещере – это монстры, которые выглядят как разные насекомые или там были лягушки, змеи. В общем, не самые крупные животные в нашем мире. И на месте главной героини я бы думала, что я обычный маленький паук. И когда я в первый раз бы увидела человека, то я бы крайне удивилась своим размером, насколько я большой паук и насколько на самом деле большое всё вокруг меня. Но что стало для меня добивающим в плане повествования – это сцены после титров. И я не имею ничего против сцен после титров, когда это какой-то амак, дополнительный материал или какие-то комедийные сценки, например. В общем, то, что не связано с сюжетом, но такой фан-сервис в каком-то смысле. Здесь же сцены после титров – это важная часть сюжета. Если вы пропустите сцену после титров, то вы пропустите какой-то очень важный момент. Я тут вот как вот была как кот в том меме. В общем, это весьма необычные СК, если мы сравниваем с тем, что в основном выходит. И если вам нравится этот жанр или жанр фэнтези в целом, то мне кажется, стоит потратить время и немножко потерпеть до основных событий, которые, я надеюсь, будут развиваться быстрее и будут интереснее. По крайней мере, та картина, которая складывается сейчас, как мне кажется, весьма увлекательна. С другой стороны, я вполне понимаю тех, которые не смогут дотерпеть даже до половины. Да, аниме не обязаны захватывать с первой серии, но терпеть 12 серий до основных событий я бы тоже навряд ли стала на их месте. Мне кажется, что на аниме в 24 серии должно уходить, ну, серии 6 максимум для того, чтобы заинтересовать зрителя. Я думаю, в принципе, здесь будет не 24 серии, возможно, будет ещё один сезон, так как за всё это время они не успеют, наверное, раскрыть всё. Те, кто читает оригинал, пожалуйста, расскажите мне, на каком месте сейчас сюжет. Много там осталось? Немного? Вот такие мои мысли о данном аниме в этом и прошлом ещё сезоне. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока! Вообще, когда у нас появляется Сёноновский Сикай с женским главным персонажем, то, по крайней мере, есть уверенность в том, что его не засрут классическим способом, а именно гаремом. Не то чтобы гарем какой-то сам по себе плохой жанр, но признаемся, что в подавляющем большинстве случаев героини в таком аниме весьма отвратительно прописаны. Не то чтобы здесь персонажи суперглубокие, но всё же это лучше, чем то, что обычно нам дают в гареме. Более того, если мы берём те аниме и вообще тайтлы, неважно в каком жанре, где перерождение это перерождение мужика в какой-нибудь подростка, ребёнка, дальнейшее взросление и встреча с героинями, которые явно младше его, выглядит отвратительно. Да, я говорю о тебе, перерождение безработного. В общем, я высекая прихожу, чтобы смотреть фэнтези, магию и экшон, а не вот это всё.